Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я представлю вашему вниманию, пожалуй, один из самых интересных и необычных универсальных станков середины 20 века. Тем самым, являешься также одним из самых распространенных и известных в зарубежных странах. Станок привлекает внимание в основном богатым функционалом и способом трансформации. Речь пойдет, как вы уже догадались, о станке, производство которого началось в 1948 году в Швейцарии, Astoba UV-1. Данный трансформер был впоследствии доработан и усовершенствован Мейером и Бургером, что дало основание впоследствии станку носить их имена. Вообще, станок изначально был спроектирован с целью нарезки и подготовки кремниевых пластин для компьютерных чипов. И именно для таких работ нужен был станок с высокой точностью обработки материала. При первом взгляде мы замечаем ту изюминку, которая разительно отличает этот станок от всех остальных станков данного класса и возводит его в ранг абсолютно оригинальных. Речь идет о механизме раскладывания, благодаря которому станок принимает вертикальное положение, что превращает его в вертикально-фрезерный станок. При этом чугунные ножки станка остаются в том же положении. Данная трансформация осуществляется благодаря специального цилиндра, внутри которого перемещается шток. На передней поверхности ножки станины располагается рычаг механизма фиксации в нужном положении. Именно такое инженерное решение дало возможность решать такие вопросы, как минимализация потраченного времени на трансформацию и, собственно, легкость процесса. Станина станка не вызывает никаких недоумений. Она плоская, в форме ласточки на хвоста, чугунная, с продольным каналом по середине. По ней скользит суппорт с довольно массивной поперечной и малой продольной подачей. На последней располагается резцедержатель. Внимательно рассмотрев столик поперечной подачи, мы замечаем три Т-паза, предназначенные для фиксации различной оснастки, которая, кстати, находится в комплекте и её действительно много. Это и специальный горизонтальный столик для вертикального фрезерного и сверлильного. На нём крепится и делительная головка с задней бабкой. Есть тиски, упоры, специальная рамка для механической пилы, долбёжные приспособления, хобот для горизонтальной фрезеровки и многое другое. Всё это придаёт станку поистине невероятную функциональность. Переднюю часть станка уже сложно назвать обычным словосочетанием «передняя бабка». Это довольно сложная конструкция, в которой собран основной функционал всего станка. На передней поверхности в достаточно необычном положении находится маховик продольного перемещения суппорта. Такое расположение вполне оправдано, так как при вертикальной фрезеровке он всегда находится под рукой. Чуть левее мы замечаем рычаг фиксации суппорта. Шпиндель передней бабки вмонтирован в механизм, который может перемещаться строго перпендикулярно относительно станины станка. Направляющие имеют ту же форму ласточкина хвоста. Чуть выше шпинделя находится посадочное место для специального держателя оправок фрез для горизонтальной фрезеровки. Самое верхнее положение занимает рукоятка, которая двигает всю данную конструкцию вверх и вниз, а в фрезерном расположении вперед и назад. Если смотреть левее, то мы замечаем коробку подач с рычагом для перебора и шестеренки для передачи момента вращения на винт продольной подачи. Ниже располагается рычаг включения автоматической подачи и нарезания резьбы, а также рычаг включения в определенное направление вращения. В некоторых версиях конструкции к боковой поверхности стола поперечной подачи мог быть присоединен телескопический вал с двумя шарнирами, другой конец которого соединялся с коробкой подач. Таким образом достигалась поперечная автоматическая подача стола. Огромный функционал станка достигался за счет дополнительных приспособлений, как например долбежное устройство, которое придавало перпендикулярной части станка возвратно-поступательное движение, благодаря чему станок превращался в долбежный для выгрызания шпон-пазов. Кривошипный механизм, прикрученный к шпинделю и рамка для пилы, трансформировал станок в механическую пилу. Для этого в комплекте находилась вся оснастка. Таким образом данный станок обладал максимально универсальными возможностями по металлообработке, причем все действия производились с достаточно высокой точностью, благодаря лимбам и линейкам, находящиеся на всех рукоятах станка. Ну а на этом все, спасибо за внимание, всем пока!